Приветствую всех, друзья мои, с Вами Базилий и канал FreshLife28. И сегодня я отвечу вот на такой вопрос. Ну, давайте я попробую ответить на этот вопрос, потому что, во-первых, человек, который его задал, не обозначил с какой целью он тренируется. То есть, если у нас цель масса-набор, то, пожалуйста, сразу говорю, что посмотрите, пожалуйста, вот этот ролик, в котором вкратце я сейчас повторю, о чем идет речь. Речь идет о том, что если у Вас есть лишняя жировая ткань, то есть, если у Вас достаточно много лишней адипозной ткани, то попытка набрать мышечную массу, накачаться, она превращается в жиробилдинг. Делать этого не надо. Поэтому сначала надо похудеть до приемлемого процента жировой ткани, и после этого уже только работать на массу. Значит, отвечать, соответственно, я буду на вопрос, в том случае, если тренировки у нас предполагаются для похудения, то есть, для жиросжигания. Ну вот, я, честно говоря, не понимаю смысла тренировок ежедневных, потому что, на самом деле, нам требуется время для восстановления. И я не понимаю смысла при таком тренинге разбивать тело на какие-то конкретно мышечные группы для того, чтобы тренироваться. Потому что разбиение тела на мышечные группы, оно, как правило, предназначено для чего? Оно предназначено для того, чтобы какую-то одну мышечную группу максимально интенсивно протренировать. Да, то есть, но это нам нужно, когда мы растим мышечную массу. То есть, это называется сплит, разбиение, да. Ну вот. И мы строим сплит с целью работать на массу, да. То есть, мы прорабатываем одну мышечную группу за одну тренировку так, поскольку это убивает достаточно центральную нервную систему. Мы это прорабатываем таким образом, что, если мы будем пытаться это прорабатывать все тело за тренировку, у нас просто не хватит ЦНС, да, то есть, мы просто не вытянем такое количество обработки на все мышечные группы. О! Мелкий просто нос. Вот. Поэтому, с точки зрения жиросжигания, какая должна быть особенность? Первое. Желательно избегать разрушения мышечных волокон, которые происходят. Поэтому, что бы вы ни дробили, как бы вы ни дробили вот свое тело, на какие мышечные группы вы бы ни дробили, избегайте, пожалуйста, отказных повторов и форсированных повторений, да. Это когда вам помогают. По какой причине? Да. По причине того, что когда вы разрушаете мышечные волокна, вам требуется время для того, чтобы их восстановить. Мало того, что для натурально тренирующегося атлета ежедневные тренировки – это, в общем-то, это мракобесие. Ну вот, так еще при попытках жиросжигания стоит вопрос о том, что синтез белка, то есть, грубо говоря, растить мышцы на дефиците калорий, если вы собираетесь сжечь жир, ну вот, не получится. Потому что либо мы худеем, либо мы качаемся. Одновременно качаться и набирать мышечную массу, натуралу, повторяю, натуралу, я в это не верю, я этого ни разу не видел. Поэтому, если вы так хотите разбить свой тренировочный процесс на сплит, и при этом работать в сплите, занимаясь жиросжиганием, сидя на дефиците калоража, то я бы, на самом деле, если вы так хотите ежедневно тренироваться, я бы разбил таким образом, например, грудь – это толкающее упражнение, то есть, соответственно, упражнение на грудь. Следующий – спина, соответственно, тянущий, следующий после этого – ноги, потом идут плечи опять толкающие, и после этого идет бицепс тянущий, после этого идет трицепс толкающий. Потом у нас получается отдых и опять грудь, затем спина, ноги, плечи, бицепс, трицепс. И в воскресенье на отдых, потому что пресс, да, пресс, разумеется, можно, если вы так хотите, хотя, опять-таки, пожалуйста, посмотрите вот этот ролик, пресс вообще качать не надо, то есть это вот, я вам совершенно серьезно говорю, я не шучу, я пресс не качаю, но если вы хотите, вы можете это делать каждый день. Поэтому вот мой ответ, каким образом разбить, наверное, вот таким вот образом, вы можете это разбить, но опять-таки целесообразности такого разбиения я, честно говоря, весьма сомневаюсь, по одной простой причине еще раз говорю, потому что растить мышцы, сидя на дефиците на жиросжигании, это нам не нужно, если вы планируете тренироваться каждый день для набора мышечной массы, вы натурал, да, скажем так, это тоже не нужно, ну и третье, если вы сами, простите уж, признаете, что вы жаробас, то работать на мышечную массу, это, в общем-то, опять-таки, ролик я только что вам показал, совершенно бесполезное занятие, вы будете заниматься жиробилдингом. Так что вот так вот. На сегодня это все, спасибо вам большое, подписывайтесь на мой канал, с вами был Базилий, единственный специалист по начинанию и не бросанию новой жизни с понедельника. Всем пока.